Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. В Амеретинке приступили к сносу дома. Четырехэтажку на перелетной на демонтаж отправил суд. В Сочи необходимо срубить более 600 деревьев, иначе предупреждают специалисты возможны неприятные сюрпризы. В Сочи отметили 155 лет со дня окончания Кавказской войны. Памятные мероприятия прошли в Лазаревском районе. Приехал в Сочи, научился танцевать. Бесплатные уроки хореографии ждут отдыхающих и местных жителей этим летом. В Амеретинке приступили к сносу незаконного дома. 48-квартирную четырехэтажку на перелетной под снос отправили суды всех инстанций. С 2014 года на этих землях допустимо строительство только индивидуальных домов высотой не выше 12 метров и не более трех этажей. Такое решение было принято на федеральном уровне. В 2017-м застройщик Роберт Косицын получил разрешение на строительство индивидуального дома площадью 272 квадрата. Нарушения были обнаружены сотрудниками администрации на ранней стадии строительства. Уже тогда площадь застройки была превышена почти вдвое. Мэрия подала в суд иск о сносе. Глава Сочи лично встречался с застройщиком и предупредил, что дальнейшее строительство незаконно. Но в итоге на участке вырос вот такой дом, который суды признали подлежащим сносу. Ситуация с незаконным строительством на территории Сочи под контролем и краевых властей. Самостроение необходимо сносить. Объекты, которые строятся без соответствующих разрешений, с нарушением норм градостроительных и правил, они будут сноситься. Снос дома на перелетной ведет подрядная организация. Сам застройщик отказался демонтировать здание. Такая же судьба ждет и другие объекты, построенные незаконно. Уже ведутся подготовительные работы по сносу трехэтажного блочного дома, расположенного на землях бывшего совхоза «Южные культуры». В Сочи необходимо срубить более 600 деревьев. Все они признаны аварийными. В последнее время участились случаи падения таких растений. В Адлере дерево повредило крышу жилого дома, в совхозе Приморском – газовую трубу. В центральном районе кипарис придавил стоявшую под ним иномарку. В связи с этим сегодня городские службы активизировали работу по сносу аварийных деревьев. Не нужно быть дендрологом, чтобы понять, это ли поаварийные термиты уничтожили часть ствола. Дерево на Красноармейской пришлось срубить. Вообще в центральном районе только в мае планируют снести 50 аварийных деревьев. А этот ясень у зимнего театра упал без пилы и топора. Это очередное дерево, которое не выдержало ветровой нагрузки. Подломилось, упало. То есть в данном случае оно представляет угрозу для прохожих, для автомобилей, ну и портит общий вид. Хорошо, что наклон у него был, скажем так, не в сторону тротуара, а в сторону лесопарковой зоны. Аллея из спецунских сосен на верхней Приморской набережной появилась в 60-х. Более полувека сосны украшают популярную прогулочную зону. А сегодня еще и несут угрозу. Только за последний год здесь упало 4 дерева. Чудом никто не пострадал, но мощные стволы повредили крышу гостиницы и ограждение. Скорее всего, садовники тех лет допустили определенную ошибку. В узкое место между опорными стенами высажены крупномерные деревья. Понятно, в момент высадки это было интересно. Понятно, что деревца были небольшими, это было красиво. Можно видеть наклон отдельных деревьев до 50-60 градусов. Есть деревья, пораженные комлевой гнилью, также есть выворот корневой системы. Опасно наклонились к земле 12 сосен, посчитали дендрологи. Упасть они могут в любой момент на вырубку деревьев, полученное разрешение в Росприроднадзоре. А приморская сосна в парке имени Фрунзе уже пошла под пилу. Большое дерево буквально нависло над набережной. Рабочие пилят его по частям, используя так называемую оттяжку для контроля траектории падения. Это крайне важно, а внизу на набережной гуляют люди. Мы занимаемся уборкой вот таких деревьев по городу. Ну, Хостецкий район у нас. 180 кубов, в общем, деревьев нам надо спилить. В четверг начнется курортный проспект. Там есть деревья аварийные, которые надо спиливать. Будем там работать. Там тоже есть сосна, граб, ясень. Ну, у некоторых аварийный наклон уже, у некоторых уже гнилые. Спиливать не дожидаясь падения. Такова сегодня задача, говорят специалисты. На спил аварийных растений выделены дополнительные средства. В списке на снос более 600 деревьев. В качестве компенсации городские власти разбивают новые скверы. Только за последние полтора года парки появились на Макаренко, в микрорайоне КСМ, на Бытхе и Мацесте. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ. На Кубани с начала года собрали более 37 тысяч тонн тепличных овощей. Только в Северском районе огурцы и томаты выращивают на площади около 5 тысяч гектаров. На одном из таких предприятий в станице Новодмитриевская сегодня побывал губернатор Вениамин Кондратьев. Главе региона показали современный комплекс. Агрофирма только за полгода собрала примерно 950 тонн овощей. Вениамин Кондратьев отметил важность для региона такого производства. Олег, по большому счету, от грунтового, так как сельские жители, я могу сказать, что его сложно отличить. Качество, доступность, а это, в первую очередь, для жителей края принципиально важно, потому что здесь нет ни транспортной логистики, которая ложится на цену, нет еще многих факторов, влияющих на большую цену сегодня огурца, помидора, любых овощей, которые в крае производятся. И самая главная статистическая задача – создать вам условия, чтобы можно больше, еще раз подчеркиваю, и овощей, что касается здесь, конечно, огурцов, помидор, то есть вы в крае производили. То есть для нас это и экономика, но и продовольственная безопасность, в первую очередь, региона. Также Вениамин Кондратьев посетил ряд предприятий и социально значимых объектов – школу и швейную фабрику. По итогам объезда глава региона встретился с местными жителями и активом муниципалитета. На их вопросы также ответили вице-губернаторы, руководители краевых ведомств и глава Северского района Адам Джарим. Сегодня муниципалитет занимает 16 место в крае по социально-экономическому развитию. Базовые направления деятельности на территории – промышленность, розничная торговля и сельское хозяйство. Перспективы развития промышленности на Кубани глава региона Вениамин Кондратьев обсудил с президентом Союза машиностроителей Германии Карлом Велькером. Этот сегмент экономики занимает около 20% всего промышленного рынка края. Германия – один из главных и надежных партнеров региона. В прошлом году товарооборот составил более 300 миллионов долларов США. Укрепить деловые отношения помогут новые точки для сотрудничества, уверен губернатор. Краснодарский край – это агропромышленный регион, это курортный регион, очень существенная доля в экономике сельского хозяйства. И, конечно, сегодня мы видим стратегический резерв – это в промышленности. Сейчас есть машиностроение, которое должно вернуть свои позиции в экономике нашего региона. Мы также рассматриваем иные варианты модернизации, либо восстановления былых промышленных предприятий в нашем регионе, в том числе в таких крупных наших промышленных городах, как Армавир, Тихорецк. Я надеюсь, что, концентрировав усилия именно на развитии отрасли экономики как промышленность, мы достигнем определенных результатов и, естественно, существенной прибавки в наш бюджет региона. Со своей стороны, мы готовы настроить диалог с Краснодарским краем и также настроить его в рамках Союза немецких машиностроителей. Мы также будем рады видеть вас на Ганноверской выставке для обмена опытом, чтобы показать, какие у нас есть поставщики и какие фирмы по машиностроению, чтобы развивать эту отрасль. Глава региона отметил, что немецкие предприятия уже успешно открывают на Кубани свои производства. В Краснодаре это крупнейший производитель сельхозтехники в регионе Класс. А в Староминском районе компания «Шумахер» по выпуску систем среза для жаток. Представители немецкого бизнеса чувствуют себя более чем комфортно. Иностранным предпринимателям в крае оказывается вся необходимая поддержка. В свою очередь, Кубань, как динамично развивающийся регион, нуждается в современных предприятиях. От этого выигрывает и население, и экономика края. Ежегодно у нас количество отдыхающих растет. В прошлом году количество отдыхающих достигло 17 миллионов человек. Поэтому для нас, конечно, важно поддерживать динамичность развития региона. Поэтому мы здесь ищем все необходимые и возможные способы дальнейшего развития. И экономики, и уровня благосостояния жизни в нашем крае. Ну и, конечно, максимальный комфорт, удобство для тех пока 17 миллионов отдыхающих, которые к нам приезжают отдохнуть. Я думаю, что это количество тоже будет расти, и мы должны соответствовать их запросам. На встрече с иностранными гостями Вениамин Кондратьев также рассказал, что в крае возрождают такую отрасль, как станкостроение. Первый шаг уже сделан в восстановлении завода имени Седина в Краснодаре, на котором производят высокотехнологичные станки. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ. Ну а после совещания с губернатором немецкая делегация отправилась на Южный завод тяжелого станкостроения. Это предприятие – преемник знаменитого краснодарского завода имени Седина. Там делают уникальное оборудование для крупных промышленных компаний. Об инновациях, вековом опыте и традициях расскажут наши краснодарские коллеги. Вековые традиции для этого завода – точно не пустой звук. Даже если это мелодия фрезеровочного станка. В этом году предприятию исполнилось 108 лет. Еще до революции с его конвейера вышел первый токарный станок. За долгие годы были взлеты и падения. Но сегодня фабрика получила новую жизнь. В 2016 году после кризиса началась реконструкция. И теперь цель – нарастить обороты. Ниша, в принципе, уже задана. Продукция завода Седина, которую знают в огромном количестве стран мира, включая Россию. Поэтому мы эту нишу хотим сохранить прежде всего и развивать дальше. То есть уходить в то оборудование, которое Россия не делала. Сейчас на предприятии трудится около 100 сотрудников. Это люди с многолетним опытом, профессионалы своего дела. Благодаря расширению цеха в 2024 году увеличится и штат. Появится примерно 200 новых рабочих мест. Завод полноценно заработает где-то к ноябрю месяцу. К концу года он будет уже работать и выпускать. Я думаю, на следующий год они уже выйдут. Я думаю, что миллионов на 15 евро выйдете, да? Территория для завода не очень большая. Всего 13 тысяч квадратных метров. Хотя здесь умещаются малярные, механические, сборные и другие цеха. Предприятия делают станки и детали для различных производств. Даже для металлургии и атомного машиностроения. Четыре ниши в рынке. Это первое, значит, прочие. То, что нам вот мы сейчас покажем. Просто заказывают разную металлообработку. Это прочие детали, не связанные с станкостроением. Второе, это запчасти к станкам. Третье, это большой объем сегодня капитального ремонта. И четвертое, производство новых. Предприятия стараются выйти на уровень советских времен. Тогда продукцию отправляли в 65 стран. Сейчас есть иностранные заказчики. Но больше интересуются станками в России. Заказы сегодня в стране есть под такие работы. Как обрабатывать просто детали. Так и, естественно, производить такие станки. На заводе предполагают, что на новый уровень их выведет модернизация. Четыре, шесть обрабатывающих центров современных, новых, в 2020 году. Для обработки уже деталей на современном оборудовании. Вообще немецкой делегации понравился завод. Таких Германии немного. Поэтому они пристально и с присущей им точности изучают вопросы инвестиций и вложений. Да, я как человек всегда готов деньги вкладывать. А как предприниматель еще должен учесть, что я представляю относительно небольшое предприятие, всего лишь 700 сотрудников. Хотя мы всегда оцениваем проекты в разных странах. И если есть рентабельный проект с выгодными условиями, то мы готовы инвестировать. За небольшой период краснодарское предприятие смогло возродить производство. Теперь поставки идут как на отечественный, так и на мировой рынок. Алина Сорокина, Артем Лычко, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Путевку во взрослую жизнь в этом году получат 82 тысячи выпускников кубанских школ. О предстоящем экзаменационном марафоне ЕГЭ и ГИА говорили на селекторном совещании в Краевой администрации. Заместитель губернатора Кубани Анна Менькова рассказала руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву о том, как в нашем регионе идет подготовка к выпускным испытаниям. Первое пройдет уже в пятницу. Девятиклассники сдадут английский язык. По словам Музаева, важно, чтобы экзамен прошел без технических проблем и нарушений. И это также касается нововведений этого года. Среди них непрерывная онлайн-трансляция всего процесса тестирования одиннадцатиклассников. В целом мы работу по подготовке к экзаменационной кампании провели и проводили мы ее на серьезном высоком уровне. И, конечно, у нас есть уверенность, что мы эту кампанию пройдем достойно. Во всяком случае, абсолютно все главы муниципальных образований, заместители глав, кто курирует эту работу, готовы к проведению экзаменационной кампании. Коллеги, и не забываем про эмоциональный фон, который не менее важен, чем все наши технические, скажем так, успехи и победы. Иногда доброе слово перед экзаменом и со стороны родителей, и со стороны учителей важнее, чем все остальное. Работа организаторов на высоком уровне, в апробациях регион участвует. Сейчас итоги всероссийских апробаций, которые буквально на прошлой неделе прошли. Всероссийские тоже озвучу. Отсутствуют кемы в сети интернет. Это говорит о том, что ребята приходят на пункты, у них не бывают мобильные телефоны. То есть организация пропуска в пункты экзамена тоже на серьезном уровне. Традиционно Кубань в лидерах по количеству выпускников и качеству проведения государственных аттестаций. И такой показатель необходимо сохранить, отметила вице-губернатор. Все, кто задействован в проведении экзамена, в первую очередь это педагоги и технический персонал, находятся в тесном взаимодействии. Отработан алгоритм на случай внештатных ситуаций. Кроме того, во время выполнения заданий на каждом пункте будут дежурить правоохранители и медики. Всего в проведении экзаменов в край задействовано 35 тысяч человек. Но экзамены будут чуть позже, а завтра в сочинских школах прозвенит последний звонок. Более 2200 выпускников 11 классов попрощаются со своими учителями. В целом же на линейке выйдут 30 тысяч школьников. Около 209 классников претендуют на получение аттестатов с отличием. 215 выпускников 11 классов будут награждены медалью за особые успехи в учении, но при условии получения более 70 баллов по русскому языку и профильной математике или оценки 5 по базовой математике. В этом году последний звонок будет посвящен году театра в России, а после торжественной линейки состоится всекубанский классный час. В Сочи прошла третья городская открытая конференция по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. Диагноз аутизм детям стали ставить чаще. А значит и работа по реабилитации прибавляется, как и специалистов в этой области, которые стремятся помочь каждому ребенку адаптироваться в обществе. Каждый ребенок, независимо от состояния здоровья, он должен найти себя в этом мире и, став взрослым человеком, быть востребованным, независимо от того, какой уровень образования, какие предпочтения, какое состояние здоровья. Каждый из нас должен быть реализован. И вот именно здесь как раз и помогают таким детишкам стать реализованными в будущей жизни. В интернате номер два занимается 350 детей, из них 87 с расстройствами аутистического спектра. Для них самые современные технологии, методики реабилитации, оборудование для сенсорной коррекции, а также две мастерские. Это столярная, где под руководством наставника дети вырезают из дерева поделки и полезные в быту предметы. А еще в интернате их обучают гончарному мастерству. Это сложно, но интересно. Кроме того, эти навыки пригодятся детям в дальнейшем. Все эти методики сегодня оценили участники городской конференции. Это и врачи, и педагоги, и соцработники. Однозначно с такими детьми нужно работать. Результаты есть. Для каждого ребенка результаты свои. Для кого-то они незначительными. Для некоторых детей можно добиться значительного результата. Можно добиться того, чтобы ребенок посещал образовательное учреждение вместе со всеми детьми. И очень важна работа с семьей. Потому что то, что делают специалисты в центре, должно обязательно закрепляться и продолжаться дома. Только в Лазаревском районе 42 ребенка-аутиста. И специальный коррекционный центр, где реализуется проект «Включаемся в класс». Специалисты отмечают, надо как можно раньше диагностировать расстройство психики и выработать систему ранней помощи. Если раньше необходимо было подтверждать инвалидность ежегодно, в настоящий момент при первичном освидетельствии детей с ранним детским аутизмом и расстройством аутистического спектра устанавливается категория ребенок-инвалид на 5 лет. При повторном освидетельствии инвалидность уже устанавливается до 18 лет. Чтобы не прерывалась реабилитация, не надо было ходить каждый год на перекомиссии. Помощь необходима на всех уровнях, в том числе и в подготовке квалифицированных кадров. Для этого к участию в конференции пригласили и будущих дефектологов-логопедов, а также студентов медицинского колледжа. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи отметили 155 лет со дня окончания Кавказской войны. Памятные мероприятия прошли в Лазаревском районе. На них собрались десятки людей разных национальностей, чтобы почтить память погибших в войне, которая продолжалась почти полвека. Это тюльпановое дерево притягивает к тебе толпы туристов ежедневно. Но раз в году сюда приходят местные жители, чтобы почтить память жертв, погибших в Кавказской войне. Это очень серьезная для нас потомка тех людей, которые здесь остались жить. Это память о тех людей, которые безобъемно любили свою родину. Укрепление позиций на Черном море – одна из целей почти полувековой войны на Кавказе. Военные суда штурмовали побережье, высаживали многочисленные десанты. В конце 30-х годов 19 века на побережье возвели несколько военных укреплений, в их числе форт Александрия, от которого берет начало современной Сочи. Когда к концу 19 века необходимость в военных базах отпала, крепость разобрали. Часть камней пошла на строительство храма Михаила Архангела, но часть складки можно увидеть и сегодня. Закончилась Кавказская война в 1864 году, а ее завершение провозгласили в поселке Кбааде. Позже он получил имя Романовск. Сегодня это место известно всему миру как Красная Поляна. Местные жители считают, что этому дубу в центре Красной Поляны не менее 300 лет. Говорят, именно под ним в майские дни 1864 года стояла одна из пушек русских войск, а в мае 1914 рядом с этим деревом прошел парад, посвященный окончанию Кавказской войны. Фотография, сделанная во время парада, хранится в музее Красной Поляны. Там есть и более редкий снимок. 21 мая 1964 год. Это как раз русский лагерь в ауле Кбааде. В черкесском ауле Кбааде. Кбааде в переводе – Поляна. Руководитель музея Марина Бондаренко показывает и экспонат, подаренный музею в год 150-летия завершения Кавказской войны. Памятный знак дружбы от абазин, потомков убыхов, живущих сейчас в Ставропольском крае. Спустя почти полтора века потомки коренного населения при Черноморье стараются всячески сохранить не только память о предках, но и традиции и культуру. В Лазаревском районе открыт Центр адыгской культуры. Родной язык у нас изучается в Лазаревском районе в двух школах – в ауле Большой Кичмай и ауле Хаджико. В Туапсинском районе также две школы. Более 10 человек, учителей уже прошли переподготовку в Адыгее, а также учебники приобретены. Десятки людей разных национальностей, населяющих Большой Сочи, собрались в Горном ауле в этот день, чтобы помолиться и возложить цветы в память о предках. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В аэропорту Сочи задержаны пассажиры с чемоданами-портсигарами. Мужчины и женщины, вылетающие в Израиль, таможенную декларацию не подавали. Однако в ходе контроля с помощью рентгена в их багаже было выявлено почти 3,5 сотни блоков сигарет разных марок. Как пояснила пара, в Сочи они приехали на отдых и, чтобы окупить поездку, решили перепродать сигареты в Израиле. Весь товар изъят, образцы направлены на экспертизу, возбуждены дела об административных правонарушениях. Бесплатные уроки танцев ждут отдыхающих в Сочи. Традиционные курортные субботы стартуют в новом летнем сезоне. Первые концерты пройдут в рамках краевого фестиваля «Кубанская музыкальная весна» на площади Флага. Музыкальные встречи традиционно будут проходить каждую субботу возле администрации Сочи. А по воскресеньям всех желающих будут бесплатно обучать танцам на площадке перед Зимним театром. Все желающие смогут освоить базовые движения популярных танцевальных направлений, например, сальсы или хип-хопа. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...